Приехал. Да, да, с утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. А там столичное шоу «Звездный круиз». У нас в гостях артисты московского цирка Елизавета Спигина, Дмитрий Дубов и Франц Межман. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Так, ну, рассказывайте, в чем эксклюзивность вашей программы, если так можно сказать? Дмитрий Дубов ответит на этот вопрос. Ну, эксклюзивность то, что очень... Дмитрий фокусник иллюзиаст, правильно, да? Да, 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 да. Дмитрий фокусник иллюзиаст, правильно, да? Наш сценарий, вкратце расскажу, необычный, наш корабль космический посещает различные планеты с целью найти источник любви. Не буду раскрывать все секреты, но скажу, что у нас молодежный коллектив, там не будет классических клоунов с красным носом, все современное, декорации, костюмы и трюки, естественно, тоже. То есть клоунов вообще не будет? Нет, клоуны будут, но они у нас не клоуны, а космические... Они будут креативные. Да, космические инспекторы. Вот так. Инспекторы. Но смешные. Ну, естественно, да. То есть общая тема, вся общая тема космическая, я правильно понимаю? И все номера, они как-то связаны друг с другом или нет? Да, у нас общий сценарий, мы его придерживаемся на протяжении всего шоу, это два часа с антрактом, и, конечно, да, мы придерживаемся. Путешествия по всем планетам. Да, путешествия по планетам, где-то мы их даем. Инопланетяне будут? Инопланетяне будут, да, и будут гуманоиды. Ох, все будет. Почему-то Елизавета здесь засмеялась, что с инопланетянами связано. Ну, да, у нас есть во время работы программы какие-то свои шутки. Елизавета дрессировщица. Кого дрессируете? У меня группа смешанных животных, это собаки, пони, кошки, то есть они на протяжении всего номера взаимодействуют, и кошки катаются и на понях, и на собаках, и собаки друг с другом разных пород. Номер идет около 12 минут, можно это будет увидеть в шоу. А правда, что пони дрессировать тяжелее всех? Коней и пони в частности? Ну, я бы не сказала, что тяжелее. Вообще, у каждого животного свои сложности в дрессуре, и каждому нужен определенный подход. Дайте мне совет насчет котов. Я не могу никак справиться, он меня дрессирует, не я его. Вы знаете, у меня дома тоже кот, и, наверное, он тоже меня дрессирует. То есть даже вы, специалист, не можете справиться. Работу в дом вы не несете, в общем. Да, работу в дом я не несу, потому что работа это в цирке, в здании, дома это дома. А дома кот начальник. Ну и правильно. А Франц написано, он вообще с медведями работал, да? Да. Это вот тоже хочется узнать. Почему раньше, а сейчас с кем? Ну, сейчас... После медведей с кем же... Я слышал, они вредные. Они нет, они... Нет, нет. Нет, ни в коем случае. Сейчас со звуком я дрессировщик звука. Это тоже не так просто. Звук-режиссер программы. Понятно. Это тоже не так просто. А что с медведями? Ну, с медведями получилось так, что все. Пройденный этап. Яс. Интересно, я думаю, что артисты цирка все равно, они как-то, ну, если переквалифицируются, то, ну, в этом же... Ну, в этом же, вы же в цирке звук трессируете? Да, да, ну, звук не животных, да? Ну, животные все закончили. Каким животных мы увидим в вашей программе? Опять же, вот мои собаки, пони, кошки. Также у нас есть морские львы и сивучи. Вот, да, это калифорнийские, да? Да, морские львы. Да. Они какие-то особенные? Почему именно выбранные они? Ну, наверное... В стилистике шоу у нас заложено такое космическое путешествие. И по стерилизации очень красиво смотрятся именно морские животные. Прям подходят очень. А почему космос был выбран? Вот, мне интересно, кто вот эту идею... Режиссеры придумали. Придумали режиссеры, поставили спектакль. Да, известный режиссер Ирина Андрея Соколовская. У нас костюмер тоже известный. Сабина Гарелик. Сабина Гарелик, да. Ну, тема, потому что она, как правило, не затрагивается в цирке. То есть, в цирке сейчас это обычный диверсисмент, номер за номером. А сценарного нет спектакля, поэтому решили сделать на базе выпускников циркового училища и, конечно, уже опытных артистов. Интерактив со зрителями предусматривается? Да. А поподробнее? Ну, вы можете не рассказать секреты, но хотя бы хоть что-то. Ну, у нас будут даже зрители участвовать в спектакле, выходить. Вот, вот это здорово. Я, например, на правах шоумена буду детей в манеж вытягивать. Не подставные? Нет. Настоящие? Да. Настоящие. Это хорошо. И что они там будут делать? Да, ну, Саша, ну, вот... Дмитрий, вы фокусник-иллюзионист. Вы что-то уже показываете? Я просто не вижу здесь. Он уже как зашел сразу фокусничает. А может и нет прямо сейчас что-то показать? Потом, да, покажу вам, да. Да, потом хорошо. Ну, и, соответственно, в самом представлении я работаю на всем во время... То есть, у меня нет общего номера. А так я жизнь вижу, Дмитрия, где он? А, вот, вот, фокус на происходит. Собственно, так и получается, да. Я это в одном месте, то в другом еще. А также я с голубями работаю, фокусы на манеже. Да, все очень голубей. Да. А если есть гвоздь программы, вот, да, обычно говорят, что вот все шоу, а вот самое-самое, вот это вот. Ну, и там выходят и львы, или еще кто-то. Я думаю, да, да. Каждый номер. Каждый номер запоминается. Потому что у нас есть люди, которые хотят прийти посмеяться в цирк, они это получат. Есть люди, которые хотят просто удивиться, они тоже это получат. Даже есть номер, где люди выходят, плачут после этого. Да, это любовь воздушная. Воздушный геннадист. Тамара Сергея Морозова, это директор нашего коллектива и хореограф нашего коллектива. Вот, после этого номера люди действительно их трогают. Вы сказали, что участвуют в представлении выпускники цирковых училищ, да, да. Циркового училища. Начинал, наверное, в России. Здесь вот я только представитель прошлого выпуска циркового училища. То есть, можно сказать, что это молодой цирк. Да, да, это молодой состав. Но также совместно, вместе с молодым составом, к нам хорошо влился опытный уже состав. И на нашем фоне все прям молодые девчонки и мальчишки. А мне вот интересно, как каждый из вас вообще в цирк попал? Я династийная. Династийная? Да, да. У меня цирковая семья, бабушки, дедушки, дрессы. Тоже дрессура, да? Да. Не только дрессуры. У меня были разнообразные вообще жанры в семье. Отец у меня воздушный гимнаст. Дедушка у меня был, у него был свой номер под жанром и корейские игры. Сейчас очень редкий и, в принципе, убывающий жанр из нашего цирка. Я, наверное, даже не знаю представителей, которые остались. То есть выросли вы на Манеже. Класс. То есть ребенком брали туда и все? Да, я вышла первый раз на Манеже в два года. Что делали? Интересно. Ну, первый раз меня, конечно, просто вынесли туда. Случайно побежала. Парад, эпилог у нас часто есть. Вы извините, я просто с ребенком, да, я как бы... Нет, у нас часто бывает, что родители выносят своих детей там на парад, эпилог на финальный комплимент. А первый осознанный выход? Первый осознанный выход все-таки годом позже, в три года уже в Китае мы работали. И нужно было что-то вот добавить в шоу такое. Ну, какую-то вот свою изюминку, да. Так как это был Китай, там зрители очень любят детей, в принципе, особенно европейских детей. И поэтому было решено меня в номер добавить. Я выходила на Манеж. Ух ты! Ничего страшного. Я выходила на Манеж, у меня была карета, в ней сидела собачка, я ее выкатывала по кругу и махала вот за речью. Какая прелесть. Так, еще кто нам не рассказал? У меня другая система, скорее, я родился в сибирском городе Прокопьевске, это Кемеровская область. Ну, мы знаем, конечно же, да. Недалеко, да. И вырос в шахтерской династии, в шахтерской семье. Это сейчас фокусник или зонист рассказывает? Да. Так, чтобы вы понимали. Ну, мне как-то в классе в десятом увидел программу, где фокусник рассказывал секреты простых фокусов. Настолько простых, что покажет любой человек с первого раза. Я выучил, показал, помню, родителям. Я увидел реакцию взрослых людей на простой фокус. Я понял, что будет дальше, если буду развиваться. Я начал развиваться, узнал, что есть такое цирковое училище, единственное вообще в мире, где дают еще и диплом в образовании. То есть не просто цирковая студия, а цирковое училище. Это в Москве. Вот решил попробовать свои силы. Повезло. Там такие выпускники, как Хазанов, Олежка, Пугачев. Вот Хазанов поступал, по-моему, рассказывал с четвертого раза. Мне вот повезло, я поступил с первого раза. Класс. А есть какой-то свой фокус? Придуманный. Да. Ну, дело в том, что все основные трюки, они уже давно придуманы. Но зависит от того, как работает фантазия. Можно переделать. Да, переделать так, как бы основу оставить тоже, но переделать так, и будет казаться, что это твой трюк. Поэтому у меня, конечно, очень много своих трюков, и есть, естественно, скажу по секрету, покупные. Ясно. Франц, ну вы остались у нас как? Вы попали в цирк? Очень случайно. Пришел на программу, понравился цирк, попросился в оркестр. Сколько лет вам было? Лет 15. Попросились и все? Да, говорю, хочу в оркестре играть. А вы музыкой заменялись? Есть такая шутка, знаете, да, мы вчера в цирк ходили, и что, не взяли? А вас, получается, взяли, взяли, да. Попал в оркестр, собрал оркестр, играли программы. Потом приехала программа с животными, как раз оркестр сократили, и я уехал с животными. Потом постепенно, постепенно, спустя, через несколько лет я стал дрессировщиком. Я смотрю, в цирке легко менять квалификацию, да? Сначала оркестр, потом с животными, потом звук опять, и вот как-то тратно. Ну, не легко, ну, легко, может быть, но не для всех. Это разовые случаи, да? Это правило артиста работать в своем жанре на протяжении многих лет, и какой-то другой жанр взять бывает довольно-таки сложно. На самом деле работать со звуком, мы уже сказали об этом, тоже очень трудно. Я ее и по себе знаю. Это действительно трудно. Да. Это постоянно на нервах, потому что она не знает, что может произойти. С медведем легче, да? Ведь от ваших действий зависят действия нас на манеже, правильно? То есть, если не звучит какая-то музыка, кто-то не выйдет и так далее. Это может быть такое, конечно. На эти случаи есть шоумен, который всегда готов. Выходит импровизировать. А, Дмитрий, выжий шоумен. Да, да, да. Вот мне сейчас все спрашивают, наверное, сложно на протяжении двух с половиной часов постоянно быть на манеже. Я говорю, нет, сложность не в этом. Сложность в том, что бывает звук не сработает. Бывает лебедка, которая воздушного гимнаста поднимает, не сработает. Звук сработает всегда. Ну, всякое может быть. Вот у нас был случай в Омском цирке, когда дождь сильно шел, как пока у нас было представление, затопило подстанцию и отключило полгорода. И, соответственно, у нас тоже в этот момент работали наверху акробаты. И что делать? И что, как вы нашли? Ну, это уже был финал второго отделения, и буквально там еще минут 20 было, и они без музыки под аплодисменты на аварийном свете закончили, спустились под аплодисменты, и мы вышли. Без звука, без ничего вообще. То есть такое тоже происходит. Слушайте, ну, вы настоящий профессионал. Ну, цирка называется, это самое честное искусство, как говорится, сальто под фонограмму не прыгнешь. Ребята, давайте приглашать всех, да? Всех слушателей. Нет? Не будете? Да, да. А Франц говорит, нет, нет. Да, мы ждем новосибирских зрителей, гостей города, потому что я знаю очень много гостей в это время. Новосибирская область еще, между прочим, да. Да, гостей области и соседних регионов, и соседних стран даже. Много из Китая приезжает, я видел. Приходите в цирк, столичное шоу «Звездный круиз» вас ждет. Как мы уже говорили, получите много эмоций, и удивлений, и смех, и радость, и слезы. Надеюсь, у вас тоже это будет все присутствовать. Приятные, уважительные моменты, да, конечно. Приятные моменты. Мы вас ждем. Ближайшее выступление. Ближайшее, вот сегодня в 6 вечера. А, вот-вот уже сегодня. Сегодня приступление, да. И до какого вы у нас гастролируете? До 2 сентября. Вторник, четверг, суббота. Мы работаем, да, только в 4 суббота. Круто. Всех приглашаем. Напомним, да, что у нас в гостях были артисты московского цирка Елизавета Спигина, Дмитрий Дубов и Франц Межман. Спасибо вам большое, что все-таки нашли время, несмотря на пробки, доехали до нас. Торопились. Да. Спасибо. Спасибо. И полных залов вам. Все в цирк.